По первым кадрам из этой московской качалочки может показаться, что выпуск сегодня будет про бодибилдинг. Но нет. Не бойтесь, пугливые мои руководцы. Сегодня мы будем говорить только про арм. Поводов много. Это и предстоящая 6 июля третья арматура, и уже 13-е шоу East West, которое правильно тоже состоится 6 июля. И в главном армфайте которого сойдутся Виталий Лалитин и Артем Морозов. На официальных соревнованиях с Артемом я вообще ни разу не боролся. Боролся только за сминочным столом. Это был 2021 год и 2020. Скорее всего, Виталий его просто перекрутит. К верху точно Виталию не пройдет. Это я за Морозова. Ну, потому что тоже могучий человек на самом деле. А ведь там еще и Тайнов будет бороться, и Додикян, и Товберидзе обещал вернуться. Интересно, как у него психология еще сработает помимо самой руки. Так вот, чтобы рассказать вам эти истории, я и выбрался в новый клуб МосАрм. Здесь царит атмосфера надутых предплечий. Происходит надувательство, армаслинг. Много чего интересного. Очень крутой зал. Все для арма. Только для арма. Ничего лишнего. Никаких стоек для приседаний, естественно. Ничего лишнего здесь нет. Все, чтобы качать очумелые ручки. Сегодня мы с вами погрузимся здесь в мир арматуры. Сегодня здесь такой последний медиадень. Последний день съемок. Прогрева, разогрева. Напомню, что сам турнир состоится 6 июля. Совсем скоро. Много интересных пар. Много легендарных атлетов. Один Дмитрий Голубыч ничего стоит. Приехал Денис Сыпленков. Ну, короче, я на самом деле знаю не больше, чем вы. И вот сегодня будем так потихонечку разведывать всю информацию. Ну, как тебе в шкуре рукоборца? Ну, слушай, сейчас вот пока размер подбираем. А так, честно говоря, бля, пиздец. Я так, чисто, знаешь, ввязался в эту тему. Кисть слава. Предплеченька на жизнь не качала. Эти футболки расставали, бля, просто никому не говори. Разминаем. Денис говорит, что 60 нужно делать. Опаздывай, бля, опаздывай. Я видос, видос посмотрел, ну, со стороны, как я кричал. Извини меня, бля. Потому что ты в пальце мне херачишь. Сюда. А надо сюда. Одной рукой херачишь, бля. Вот это что за херня? Я тебе показал, гиперэкстензия, а потом нога та. Ну, как они, бодибилдеры? Ну, я нормально, им нравится, они такие цепкие ребята. Все равно им интересно. Шанс есть? У всех нет шансов. Просто они все как бы замотивированы. Смотри, все на тренировку пришли. Все хотят друг другу выиграть. Шансов никаких. Да, вот, мне кажется, вот, самый замотивированный. Ну, он меня просто хвалит, так, по дружбе старое. Так-то, вот, по чесноку, кисть слабая, при плече. Не, просто я говорю, что он такой, знаешь, он ему спрашивает, говорит, я всех выиграю. Понимаешь, что у него там уже заряд такой. Не, он говорит, старый, хороший, только не туда, бля. Хороший. Все всегда в жизни бывает в первый раз. Вот я сегодня впервые в жизни увидел, как Голубочкин Дмитрий борется на руках. Хотя я помню, помню, я снимал выпуск у него в зале, где он тренировался рядышком с Георгием Туити. Он сказал, что армрестлинг никогда в жизни. Я вот там, кто предлагает, там, даже отдыхаешь где-то, еще где-то. Давай поборемся. Я говорю, не, 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 ребят, я говорю, это не ко мне, я говорю, я хочу в целом остаться без травм. Бадди Билдер, навсегда. Из этого можно сделать выгод, что никогда не говори никогда. Бадди, го. А что он на разрыв пошел? Сергей на самом деле загорелся армом. Он не только хавует арматуру, регулярно сам стоит за стол. Конечно, получается не все, не очень, но, друзья, давайте мы, каждый из нас, себя вспомнить в молодости, да, с чего начинался наш армрестлинг. И там все было так же. Может, вы и не помните этого, но у вас все было так же. И вот эти вот нелепые движения, нелепая техника, все было так же у всех. Каждый раз, когда заходит разговор про Ист-Вест, каждый раз мы говорим, что Энглин сделал невероятный карт, и на самом деле в этот раз тоже будет невероятный карт, очень много интересных героев, очень много интересных армфайтов, и наши ребята борются, и Тайнов, и Сагов, и Тадзилла будут бороться. Я бы поставил на Тодда, на его победу. Даже, возможно, 4-0. Окей, давайте поговорим про Ист-Вест. Ильдар, что скажешь про противостояние Олега Петренко и Давида Дозикяна? Очень интересно, на самом деле, потому что Олег в последний раз показал очень хорошую форму вот сейчас в Дубае. Интересный армфайт, мне сложно очень прогнозировать. Но, наверное, я бы поставил больше на Давида в общем, ну как бы в победе в армфайте. Почему? Потому что он и сильный, и взрывной. Да, то есть он в доле секунды может всю свою силу проявить, а Олег Петренко так не может. Посмотрим. Интересный армфайт. Я прям, ну точно не могу сказать. Еще из интересных новостей предстоящего Ист-Веста это возвращение в строй Зурабата в Беридзе. Это будет очень интересно, на самом деле. Посмотреть и страшно, да. Мне кажется, он очень быстро вернулся после такой травмы. Но, опять же, ему виднее. Вот, уже год прошел, получается, и он хочет через год после перелома сейчас побороться на своей ломаной руке. Ну, интересно, как у него психология еще сработает помимо самой руки. Интересно, интересно посмотреть. Почему? Потому что он же запланировал еще и на АМС приехать в августе. И я закрою еще один свой гештальт. Да, Зураб, извини, я не оставлю тебе шансов. Вот. Про закрытые гештальты это Эльдар Бубенко говорит про свои победы на седьмом турнире АМС над Артемом Тайновым и Хаджимратом Залоевым. В итоге в Питере уральский рукоборец стал вторым, уступив в финале Георгию Таутиеву. И вот в августе в Краснодаре Эльдар обещал стать первым. Все возможно. Турниры АМС всегда богаты на сюрпризы. Ну пока давайте вернемся в Мусарм и поговорим про предстоящую арматуру. Сидор Ручев чемпион. Здоров. Как настрой вообще? Боевой. Ты же вообще на самом деле уже профессионал практически. Ну я с первой арматуры. Сторожил. Ну начал, ну да, но начал уже более увлеченно посещать занятия и тренироваться после второй арматуры, после Красноярска. Я приехал, я пообещал Токареву прийти на тренировку, я пришел и затянуло. Затянуло, к Сергею хожу регулярно и поэтому буду продолжать заниматься дальше. С кем борешься, что вы? С Игорем Кеданом. Мы буквально 5 дней назад были у него в клубе, я его давно не видел, мы сняли совместную тренировку с Боди Маней. Она, кстати, скоро выйдет на ютуб-канал. Я вам скажу, Игорь Кедан в носу не ковырялся это время. Он очень сильный и очень фактурный, поэтому будет тяжело с ним попадаться. Как оно? Как оно быть рукоборцем? Ты уже профессионал практически? Я вообще, блин, уже давно, до 2-й месяца, как профик. Я изменил тренировки, я практически не занимаюсь бодибилдингом. Я забросил ноги, у меня увеличились силовые, я поднимаю веса, которые я никогда в жизни не поднимал. Но самое интересное, что силовые увеличились. То есть я тяга на спину делаю 100 кг, например, я никогда такие веса не поднимал. На бицепс там 62 кг тоже никогда не поднимал. На трисепс сотку давлю. То есть для меня что-то новенькое, мне очень интересно, несмотря на мой большой опыт в бодибилдинге, силовые тренировки мне дают силу, опять-таки, не объем, но силу, голубочкин, за тебя. Вот, поэтому, да, мне нравится, мне интересно, буду продолжать, посмотрим, что будет сейчас с правой рукой. Конечно, мне подобрали ребят по 30 кг тяжелее, чем я, но тем это и интереснее, правда? А с тобой борешься? Голубочкин, Попов и Томня, третий-то. А, Ишанькин старший. Все нахрен по 100 кг, по 120 кг, по 100 кг. 38 сантиметров, на правую. Скажи мне, тебя-то сюда, как заманили, обманом? Соблазнял Серегу все долго-долго-долго, наконец решились потихоньку. Ну, интересно, на самом деле, для меня. Ну, для тебя это вообще знакомая история? Нет, абсолютно новая. То есть сегодня для тебя тоже будет все... Все за мной, все как в первый раз. Ну, мы посмотрим, посмотрим за домой. Спасибо. Низами, ты же борешься, да, на арматуре на этой? А с кем борешься? С Малышом. А на какой руке? На левой. Ну, ты бороться. Это будет ровно через неделю после армфайта на левую с Шамеем. То есть она будет у меня просто... Я не знаю, в каком состоянии она будет. Поэтому это тоже будет небольшое, скажем так... Испытание. И мое испытание, и небольшая... Как это называется? Фора будет. Фора, да. Малышу. Но это тоже не отмазка. Будем бороться. Я знаю, что я посильнее, поопытнее. Главное, чтобы хватило восстановления. Ну, пока парни тут бодаются, давайте с вами перенесемся уже своими мыслями в Турцию и попробуем все-таки понять. На кого ставить деньги? На Виталия или на Артема? Так. Какие ставки? Я буду болеть за Виталия. Так. На кого я буду ставить? Вообще, очень интересный армфайт получится, я думаю. Виталия, в принципе, на правой руке сейчас отдохнул. То есть, форма у него хорошая. Мы с ним постояли. Вот. Я думаю, что Виталия вполне может забрать все раунды. Все. Полностью. Там, по-моему, до четырех они борются будут. То есть, я бы поставил на 4-0. Извини, Артем. Артему будет очень сложно остановить, потому что он останавливает не как-то трицепсом, не на центре. Он останавливает уже у подушки. А устанавливать у подушки верховика с очень длинной рукой – это как бы не очень приятная история. И, скорее всего, Виталий его просто перекрутит. Я думаю, что не получится. Только если Артем сейчас на правой подготовит какую-то борьбу сразу на центре, а не вот в этой защитной позиции. Только если так. Верховом он точно Виталия не пройдет. Надо борьбу на центре делать. Если он сделает это, большой респект и уважуха. Ну, я и так его люблю, в принципе, уважаю. Хороший парень. Мы с ним ровесники. Давно знакомы уже. Мне вот в начале моего вот этого армейстерского пути уже все прожужжали все уши о том, что наш Виталий богатырь и как бы от природы одарен невероятно. А я, поскольку сам от природы изначально не одарен, а все, как говорится, своим этим трудом, то я заморозил. Ну, потому что тоже могучий человек, на самом деле. Видел в борьбе обоих и того, и того. Ну, вот что-то такое вот у меня есть. В ждании этого рупа, это самое главное, чтобы мы понимаем, что это будет за рупа. Сто процентов. То есть это не будет в одни ворота, и это уже интересно. А уже кто победит, это уже... Как раз, что в шестовую визу. На кинопоиске встречаемся, друзья. На кинопоиске, напоминаю. Кинопоиск. И болеем за своего героя. Но дело в том, что особо на Артема я не готовился. Так как я подготавливался к одаретто. Но Артем обещал мне честную борьбу вверх или в крюк. Без борьбы в трицепс. Как делал яблонский. Вот. Поэтому посмотрим, кто из нас сильнее. Что для тебя самое неприятное в технике Артема? Мне на самом деле все нравится. И крюк у него такой не особо глубокий, приятный. И верхом он хорошо борется. Поэтому мне, я думаю, он будет удобен как соперник. И в принципе на захвате он строит неплохо. Ну вот сейчас меньше месяца осталось, да, получается? Ну да, осталось три недели. Это полторы недели тренируюсь и полторы недели отдыхаю. Виталий, вопрос. Соперники поняли твое слабое место. Продавить без кисти твой луч. Ну да, не каждый это может сделать. Но скажу так. Изначально Чейфи не мог туда продавить, когда я был свежий. Когда я уже забился, конечно. И когда он забился, не мог он давить своим лучом. Тогда он начал давить в трицепс. В этот же раз у него изначально же не получилось мне задавить в трицепс. И бланки целенаправленно идет в эту такую непонятную борьбу. И я думаю, что он многим составит неудобные такие поединки, в которых спортсмены смогут ему проиграть. Но с техникой Камила все понятно. Но все-таки, Виталий, что-то делать в этой ситуации надо или нет? Вопрос в том, что у меня длинный рычаг. Если бы у меня был короткий, им бы сложнее было зайти. И у меня за счет того, что длинный рычаг, они спокойно заходят туда. И сокращают свой рычаг, начинают мне давить. Это в принципе, эта же ситуация может получиться и с Георгием, то уйти с тем же самым. Вот этот длинный рычаг, он боится со спортсменами, у которых рычаги короче. Соответственно, чем у спортсмена длиннее рычаг, тем ему сложнее будет ко мне зайти в трицепс. Но такова природа, что я высокого роста. И, как говорят, нашли ключик ко мне. Но, опять же, не каждый может с ключиком выиграть меня. Но здесь не поспоришь. Людей, которые могут похвастаться победой над Виталием Лалитином, в мире раз-два и обчелся. И вот получится это или нет у Артема Морозова, мы с вами узнаем очень скоро. До 6 июля осталось всего ничего. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Так что и ждем два шоу. Арматуру и Исквест. Одно могу сказать, что я буду наслаждаться невероятным профессиональным комментированием Василия на двух мероприятиях в один день. Надеюсь, что у меня хватит сил. Замбулат, вся надежда на тебя. На самом деле это круто. Целый день будет посвящен армрейсингу. Арматура, правда, выйдет чуть позже. То есть 6 числа будет шоу. Оно будет потом смонтировано. Постпродакшен небольшой. И через пару дней выйдет. Исквест мы посмотрим с вами в прямом эфире. Так что, друзья, до встречи на Кинопоиске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова